...день в полной тишине. Преведущий день, это сгорание самого Бёрднина. Это большой-большой праздник. Час с начала праздника, это сгорание, происходит выступление, огромное количество файр-шоу, люди еще за несколько часов собираются. Я наконец-то увидела, сколько же там было вот так мобильные. Это плотный слой в три машинки, наверное. Их там было очень много. Они совершенно безумные и прекрасные. Вот. А все остальные сжигания распределяются перед этими двумя основными. И мы сжигали в пятницу, у нас был большой объект, мелкие, уже горели члены. И нам дали возможность выбрать, когда. Ну вот мы решили, что в пятницу будет приобедение. Наш объект простоял всего лишь пять дней. Нет, если вы обратили внимание, вы видели прекрасную железную женщину. Она сделана из сетки и железной конструкции. Там достаточно много железных арт-опъектов. И, как оказалось, что для меня тоже было новостью, эти арт-опъекты приезжают из года в год. Какие-то из них были построены на одном из предыдущих фестивалей. Поэтому, например, если у вас идея что-то построить, вы можете, независимо от темы фестиваля, а вот каждый фестиваль имеет свою тему, в этом году, как и упоминалось, карга-культ, можно создать безумные арт-опъекты и просто с ними приехать. По теме карга-культа, ну, максимум десять объектов я увидела на фестивале, все остальные были просто интересные объекты. Мы не очень связаны с каргой. Сжигание — это очень большой процесс. Это делается как бы многоэтапно, объект минируется. Это очень большие приготовления. Все мы — команда. Нас было двадцать семь человек. И нам помогали еще люди, которым интересно было помочь нам. Все мы стояли в выцеплении вокруг с тем, чтобы не допустить, чтобы никто не вбежал от огня. Такие случаи были раньше. И ну, это целая процедура. Где-то вот с вечера, еще засветло и до темноты все мы были вовлечены в этот процесс сжигания, чтобы сделать все безопасно. В безопасности тут достаточно жесткие требования. Там есть и пожарные. И помимо нас были рейнчеры. Это волонтеры с расширенными полномочиями в плане управления всем происходящим, такими решателями проблем. И это было действительно масштабное единство. Было оцепление, подходить близко было нельзя. На каком-то этапе от горящей пирамиды пошли огненные смерчи за счет маленьких частиц фанеры, которые откололись. И потоки горячего воздуха подхватывали их и буквально доводили их до людей. На этом видео этого, к сожалению, не видно. на метрах и где-то товар. Скажем так, у организаторов, у тех, кто придумал саму идею колыбели мира, есть идея выступить там в следующем году. Вот, ребята, вот он момент. Спасибо. На самом деле было очень прекрасно. Это песочная буддийская мандала. Весь фестиваль большая песочная мандала буддийская, которая имеет множество тонких деталей, но когда наступает момент в одно мгновение, все исчезает, как в нашей жизни, что не вечное. И это еще одно напоминание о том, что не что не вечное. У нас подходили люди и говорили, ну как же, там зон мир, наше достояние, вы хотите сжечь? Ну, да? Одну утопили, сжечь. Одну утопили. Последние два вопроса, ребята, и высшее место следующего. Место мира, он и остался в наших сердцах. по поводу поездки и вещам. Если в следующем году будет организована поездка, то, скорее всего, это будет две группы. Пустые холмы, возможно, организаторы пустых холмов организуются отдельной командой, потому что в процессе пришло понимание, что у нас есть свой дух, он немножко разошелся с духом мостостроя, и поэтому мостостроя будет отдельная команда, пустые холмы будет отдельная. Если все сложится. Какие еще у вас все сложатся? У нас же будет пустые холмы. Ну, я так надеюсь, как только мы еще раз съездим, может быть, все все-таки доведут, возможно, Харне и остальные участники, если они вдохновятся. Я очень вдохновилась. Я готова делать пустые холмы по новым принципам, но я пока одна была из всех, поэтому посмотрим. Ну, как обычно в палатку жили. Спасибо. Спасибо. Спасибо.